всем привет тема прямого эфира как вы уже видите из материалов меня на столе фольга черный тюльпан бархатный песок добавим скорее всего цвет за счет розовой коллекции и добавим цвет за счет коллекции пастели которая у нас уже вот-вот скоро стартует весна-лето можно один тип сделать как раз с этой коллекции 2 к тип сделать с этой ну саму технику мы берем литье плюс бархатный песок вот если не сложно напиши напишите тему бархатный песок плюс золотое литье если не сложно напишите тему бархатный песок плюс золотое литье очень хорошая техника быстро не требует навыков на рис рисования сейчас поймете почему когда-то давно у нас был курс которая назвала фрейл там основа была на том что мы делали каркас из золотой фольги при помощи черного тюльпана техника называется золотое литье это одна из самых первых 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 техник которые я придумала это было еще там в далеком 2000 наверное 8 9 год когда я только начинала вот разрабатывать эти курсы при помощи цветного геля тогда разнообразия было мало и тогда уже спустя какое-то время у нас создался образовался такой курс который был посвящен украшением пробил я тогда помню спасибо за линии засеева это мой дистрибьютор из влади кавказа когда она мне на поезде передавала весь свой фрейл вот она увлекалась этими украшением я так думаю увлекается и у нее они именно были все настоящие у нее их было очень много много комплектов я помню она с милицией мне передавала комплект всех этих украшений потому что они достаточно дорогие и там вот как раз основа была каркас золотой блин надо было мне хотя в скриншотов старого каталога найти это очень старый каталог хороший кстати для вдохновения сейчас к сожалению этих каталогов уже нигде не достать вот и там в чем основа мы делаем каркас золотой отталкиваясь от визуального восприятия украшения фрейвилл а там на чем основана там идет рисунок с пересечением таких волнообразных каких-то линий поперек какого-то главного элемента там например какие-то листики или например была тема россии я помню там башенки рисовали все это перекая пересекается дополнительными линиями а потом все заполняется как витраже короче техника такая как если мы делали витраж витраж как выполняется у витража сначала художник создает каркас металлический а потом заливают либо готовые куски пустые из стекла либо прям стекло подбирают и вставлять я не знаю блин на пальцах конечно объясняет что такого витражная техника как создаются настоящие витражи день в потолке в окнах сложно в общем нас будет сейчас по типу фрейвилл по типу витражей но мы будем это соединять все с бархатным песком вот поэтому напишите пожалуйста тему бархатный песок плюс техника литья бархатный песок о вы уже написали спасибо большое бархатный песок тоже это очень старая техника она родилась также я сидела ломала голову мне каждый год была идея фикс что мне нужно было перед новым годом придумать какую-то новую технику и вот ты садишься и делаешь там в течение нескольких месяцев мучаешь свой мозг делаешь штурмовой такой вот не за такую стряску своему мозгу и бархатный песок это вообще знаете как родилось тогда на рынке появился флок для флока нужен был специальный аппарат который там намагничивал вот эти ворсинки и этот флок стали использовать не только для одежды для каких-то элементов печати с флоком а стали для маникюра использовать я когда этот флок на маникюре увидела думаю блин непрактично думаю с чего можно сделать такой же эффект ткани но только с чего-то другого а у меня тогда у папы на тот момент была мини типография я помню к брату прихожу старшему говорю блин есть какие-нибудь новые материалы какие-то фишечки у вас там у этих у типографчиков что там за материалы есть потому что чтобы вы знали сейчас то чем мы будем работать это вообще на самом деле типографская фольга и тоже как родилось литье я ну как бы фольга это вообще техника старючая ею работают там лет не знаю мне кажется 30 и когда я начала фольгой работать я работала фольгой не купленной для ногтей мне папа и брат они привозили остатки после печати вот такие огромные куски фольги это фольга была такая знаете вся словами продырявленная что визитки когда печатают или какие-то обложки книг печатают оттиснение золотом делают и вот эти вот дырки оставались и остатки фольги использовала для отпечатывания вот и эта фольга представьте поставщик это вот сколько лет прошло лет 18 наверно прошло поставщик фольги не изменился представляете я тогда еще поняла что ты на фольга которая которую мой отец закупал для тиснения она была вот особенно та которая для ногтей продавалась она была такая более жестковатая и вот она для тех техник которые были мне нужны они не подходила эта фольга и вот у нас поставщик он не изменился это один единственный производитель в мире кто производит вот такого качества фольгу которая подходит нам для мастеров маникюра для отпечатывания на гель фольги именно тоненьких линий блин зачем я это вам все рассказываю скажите мне короче старая все это не старая поэтому его нужно периодически апгрейдит рождается что-то новое и я периодически раз в год вспоминаю каких-то своих техниках которые придумала там лет двадцать назад что-то 15 назад что-то там 12 11 лет назад и я понимаю что берем просто новые цвета которые актуальны в данном сезоне просто меняем немножко композицию подачу и все равно это все актуально вот потому что здесь дело не в самой компоновки композиции цветовой гамме а дело в технологии и вот технология она может быть вечно и вы эту технологию можете чуть-чуть дорабатывать дорабатывать и дорабатывать и по факту вот сейчас если сделать срез по всем техникам которые есть в том же инстаграм по факту это все техники которые были придуманы сто лет тому назад но их просто периодически просто до апгрейдит до апгрейдит и рождается что-то раз и что-то интересное что-то новое поэтому у нас сегодня такая техника я очень люблю это золотое литье вот как тогда прибилось это название вы знаете вот это все смотрите это фольга для типографии но я всегда эту историю рассказывают матовая фольга это мне нужно было для тиснения там колон я помню какой-то эффект состаренности и тоже пришла на склад я говорю так дайте мне посмотреть что у вас там новенького есть я помню я увидела белую фольгу и терракотовую фольгу и мне это для института по моему нужно было и она у меня так осталось валялась она мне не пригодилась а потом я курс когда придумывала очередной новый вспомнила за эти куски фольги достала тоже вот родилась такая техника сейчас многие ну цветную фольгу редко вы встретите чтобы кто-то продавал в основном продают белую черную и она успешно пользуется популярностью эта техника потому что она кайфовая ты чмок-чмок и прикольные штуки абстрактные на которые буквально чуть-чуть что-то нарисовал наклеечку приклеил красиво вот но мы с вами сегодня глянцевой фольгой работаем как я и сказала она за столько лет вообще не изменилась тот же поставщик она очень тонкая у нас в каталоге много этой фольги глянцевая но та которая подходит именно для тонких линий для черного тюльпана их несколько сейчас я вам в каталоге час найду каталог блин интересно у меня есть каталог или нет и обведу прям сфотографируйте с экрана потому что в эми шоп там сложно это увидеть потому что фольги много но конкретно для черного тюльпана нужно использовать только вот несколько штучек остальные для тонких линий не подходят у меня правда каталожик старый сейчас последнее время каталоги живые не печатаем но надеюсь что скоро мы эту ситуацию изменим сейчас чуть-чуть решили сэкономить не печатаем бумажные каталоги так глянцевая фольга сейчас так близко показываю сейчас пока фотографируйте экран потом пригодится потому что придете на ими шоп либо придете к дистрибьютору в магазин там вагон и маленькая тележка и вам скажут что вся фольга отпечатывается на черный тюльпан но если мы хотим сделать тонкие линии то не вся и так это только желтое золото это желтое золото это благородное золото прям фотографируйте это малиновая зеленая и синяя но здесь вот номера есть смотрите fg 033 fg 006 fg 015 и вот здесь у нас осталось еще две серебряная и розовая так надеюсь что все сфотографировали давайте еще раз раз два три 4 5 6 7 я не говорю что вот эта фольга плохая она тоже классно и на самом деле если я буду отпечатывать у меня вся фольга отпечатается но если вы никогда не обучались на курсе наши техники там вот курс есть классный топ-10 многие дистрибьюторы до сих пор этот курс иногда преподают но редко этот курс есть в онлайн можно купить ими дизайн техники топ-10 прям рекомендую курс очень простой и там только техники там нет росписи понятно что там есть какие-то элементы в любом случае но все идет через технологии вот я отпечатаю понятно любую вот но если вы никогда не учились ничего не смотрели вам легче будет взять вот эту фольгу которую я вам сейчас показала так это первое второе черный тюльпан сейчас тоже фото кость тебе надо тогда встать на стульчик и по мутику клубнику она грязную он стул возьми белый итак фотографируем черный тюльпан его можно купить отдельно черный тюльпан черный тюльпан black tulip и также можно купить в наборе вот он набор так выглядит набор гель paint classic это говорит о том что если мы пишем гель paint classic это значит краска здесь прессионной пленкой все вот можно купить 2 граммовую баночку это если вы купите набор поштучно черный тюльпан по моему 5 граммовый продается так это вы сфотографировали все и то что нам сегодня еще понадобится бархатный песок вельвет сент бархатный песок сейчас по моему другим объемом продается что мы приняли решение я говорю слушайте сократите объем и сделайте дешевле его потому что но расход у него все равно очень маленький это можно купить и там между подружками поделить на нескольких человек вот объем очень большой я кстати говорила говорила он только не рассказала что когда перед курсом не нужно будет что новенькое я у брата отца спросила говорю блин надо что-нибудь есть материалы новые и они мне притаскивают вот эту штуку я помню он разного размера был это полимер который используется для типографии он выглядит как как какой-то ну как будто знаете пластик только рубленый как манная крупа хотя это кусочки пластика вот кстати после моей техники бархатного песка стали все сыпать акрил потом на краску тоже видите из бархатного песка уже родилась техника с акрилом но я акрил так и не использовала я упорно все время работаю бархатным песком вот но потом кто-то глядя уже на меня придумал бархатный песок сыпать на краску вместо бархатного песка тоже прикольный вариант дизайна попробуйте прозрачный акрил засыпать вот и брат мне принес я попробовала я говорю блин эврика вообще как классно как прикольно это же как раз была зима я говорю будут классные зимние маникюры я тогда камни делала роскошные делала вензеля вензеля засыпала этим бархатным песком и так это все было здорово прикольно вот ну есть недостаток у бархатного песка клиента надо предупреждать о том что это надо хотя бы тоником для лица периодически протирать потому что поверхность шершавая матовая понятно что от тонального крема от продуктов когда она кушать готовит все это начинает пачкаться вот поэтому хотя бы там раз в два дня тоником для лица ноготочки протирать и все будет хорошо так все бархатный песок сфотографировали это все есть на ими shop.ru есть у дистрибьюторов хотя многие дистрибьюторы конечно такие вещи как бархатный песок и фольга сейчас они закупают потому что это не часто используемые вещи сейчас в практике мастеров маникюра потому что сейчас тенденция к скоростным вариантом дизайна сейчас очень много производства наклеек позволяет классных штук сделать и конечно мы с вами очень много используем сейчас наклеек слайдеров шарми кончиков много используем с вами стемпинга это очень удобно тоже классно вот ну давайте вспомним сегодня вот такой техники как литьё и бархатный песок так предлагаю начать sensation и сделаем сейчас первый ноготок в рамках коллекции sensation сейчас еще раз напомню какие цвета это новая коллекция она не так давно у нас появилась продажа обратите внимание очень хорошие колеры такие прям базовые базовые это то что будете использовать практически каждый день вот такая прям база из розовых оттенков так ну давайте возьмем как так мне нравится вот так 384 возьмем 383 383 386 вот так вот три оттенка вот хорошо сочетаться чтобы перепад по тону не был нужно принципе сюда еще вот так вот добавить вот этот цвет все четыре цвета возьмем то же самое мы потом сделаем с новой коллекции весенний весенний h8 оттенков тоже будет классно так и нам еще понадобится либо какой-то густой гель для моделирования густой там например у кого есть клер для свободного края густой либо какой-то гель желе прозрачный вот я буду использовать жидкий камень пошел не ничего нету только жидкий камень гель есть все так тоже сфотографируйте жидкий камень гель сейчас будем использовать его тоже для бархатного песка поехали я очень люблю свои техники использовать очень часто их обесцениваю редко показываю на самом деле вот например если купить пакет и не мастер да это самый большой пакет где я помню в девятнадцатом году я судорожно сидела и записывала почти все техники это многие курсы я так и не до записала у меня просто иссякли силы потому что все количество технологий курсов чтобы записать мне понадобилось ну год мне понадобился это все записывала круглосуточно потом в какой-то момент я просто настолько устала меня это из изнасиловала я даже не знаю поэтому рекомендую кто хочет погрузиться в историю техник до которые вообще есть на рынке я не говорю что у меня есть все я придумала все вот но очень много есть в наших курсах вот именно мастер если купить будете проходить года два-три вам для вдохновения вот так время свободное появилось прям рекомендую и так чтобы фольга не прилипла а прилипла она только к черному тюльпану нам нужна поверхность либо она будет у вас зашлифованная дабы например так сейчас одну секунду шлифовщик возьму вы например сделали моделирование ногтей коррекцию все замоделировали а потом берете 240 лучше брать не 180 вот а взять 240 и снимаете липкий слой и проходите вот так вот легень легеньким таким быстрым движением шлифуете все это самый проверенный потому что знаете вот как не берешь эти топа без липкости вот гель-лаковые топ они все равно благодать свойствами чуть-чуть резины даже ну вот ультрашайн тоже можно было бы да не шлифовать я бы могла что сделать покрыть ультрашайна и сделать черный тюльпан где мы ультрашайна сейчас секунду вот на ультрашайну и уже как стекло вот и его чуть-чуть если пересушил все черный тюльпан начинает сворачиваться я толстую линию рисую она растонкая и там вот я очень часто косячила помню раньше ультрашайна если использую куда-то засмотрелось зазевалась он пересох потом рисовать черным тюльпаном невозможно поэтому делаем по старинке такой вот простой дедовский способ сделай просто вот такую шершавую матовую поверхность это обычный шлифовщик 180 либо 240 берете сторону так обезжириваем не обезжиривать кстати закончился прикиньте я теперь антисептиком обезжириваю вот ну что делать так все обезжирили и теперь можно сделать рисуночек так берем черный тюльпан берем тонкую кисточку я всегда работаю 5 дробь 0 к л темная синтетика чуть-чуть чувство привести сейчас эти бросаю кисточки не промываю вовремя нельзя так делать но я засранка я кисточки конечно просто уродую я понимаю что если я за них деньги платила за эти кисточки в конечно их берегла так как они не бесплатно достаются вот никакого бережного отношения к материалу так черный тюльпанчик так давайте что сделаем так как я очень люблю тему примитивизма мы сейчас сделаем такой базовый примитивный схематичный очень цветок и разлинуем его дополнительными линиями которые будут пересекать его где-то поперек где-то по один по диагонали и получится такой интересный витраж который мы потом будем заполнять очень рекомендую вдохновиться например тема и украшение фрейвилл мне же там так и делается на основе чего они делают каркас из золота а потом все это цветной эмалью заливают вот так и мы с вами делаем сейчас каркас золотой или серебряный вот а потом начинаем эмалью заливать только у нас это не маль у нас это будут гель-лаки смешанные с густым гелем чтобы получилась такая текстура бархатная понятно что можно просто оставить тоже хороший вариант это классно делать на все 10 ногтей и прям чтобы они были такие не одинаковые разные здесь какой-нибудь листок здесь какой-нибудь тучка солнышко здесь где-то такой цветок где-то можно просто геометрические фигуры вот сделали все рисуется смотрите в один присест обязательно сделали и здесь можно вот так вот дополнительно добавить таких вот линии я не делаю сильно тонкие линии потому что я же буду заполнять потом пространство и они тем самым самым чуть-чуть еще уменьшится вот ну плюс фольгу легче все-таки отпечатывать когда линия чуть потоньше но это сильно большого значения прям не имеет ветер так сделали все здесь очень важный момент сейчас все это правильно просушить я знаете что сглупила я так есть наверное одну минуту сейчас засекаю а по-хорошему так как я не делала давно технику отпечатывания фольги я сейчас точно не знаю сколько на моей лампе надо либо 30 секунд либо одна минута мне кажется одну минуту потому что принципе лампа такая и уже года полтора наверное сейчас вот проверим как раз то что если лампы мощные бывают и 30 секунд достаточно если там например уже есть износ какой-то рабочий то возможно 60 секунд нужно есть лампы на которых нужно две минуты есть лампа где полторы минуты есть лампа где три минуты как бы здесь ничего такого нет и самое главное выяснить опытным путем сколько минут нужно чтобы фольга вот эта золотая на черный тюльпан отпечаталась как вот прямо чтобы как блестела как котовые яйца я говорю это у меня любимое выражение когда мы работаем с фольгой вот поэтому это делается опытным путем и не на клиенте а сначала на типсах вот я видите я забыла что мне надо потренироваться на типсах сейчас я вот так аккуратно с краю проверяю и знаете что еще поганая вот так на типсах на ножке отпечатывать фольгу это просто жесть ты начинаешь давить это сейчас типса начнет вот здесь вот вся ездить туда-сюда поэтому на самом деле очень удобно отпечатывать сразу на ногте потому что все тверденькое все держится либо тренироваться на ложечках потому что тоже можно вот так пальчик подставить видите и вот так вот отпечатывать видите удобно потому что есть упор вот так на типсах отпечатывать фольгу это жесть сейчас будет я скорее всего здесь по периметру где-то не допечатают что невозможно давить типс будет гнуться во все стороны у меня так нам надо сначала проверить ну все открепился типс видите оси он уже отклеился зараза надо было на ложках показывать и смотрим в принципе я вижу что фольга оторвалась и вокруг нет дисперсионной пленки ну как она где-то тут частично видно смотрите вот здесь вот чуть-чуть дисперсия виднеется значит все норм одну минуту сушим не полторы я просто думаю что возможно нужно будет где-то полторы минуты даже увеличить время и таким образом можно опытным путем выяснить возможно на вашей лампе это будет две минуты прижали зафиксировали подумали о цветочках о небе о любимом муже и только потом оторвали видите опять передвинули на чистое место я сейчас кстати достаточно подробно объясняю все повторите 35 раз этот эфир пересмотрите должно все получиться опять прижали подумали о цветочках о боге ногтей как говорит наташа как люгина моя любимая женщина подумали о гиппанихии так я сейчас попробую так вот упор сделать опять прижали подумали о чем-нибудь хорошем и резко оторвали но идеально отпечатывается сейчас объясню почему я люблю линии больше все видите это вот это вот жопа называется я называю потому что мне сейчас невозможно этот тип во-первых приклеить на место будет я еще и не допечатала так ладно сейчас а все я придумала как я сейчас сделаю сейчас я попробую вот так сделать сейчас мы вот так допечатаем что сейчас если пальцами лапать фольгу я ее испорчу но смотрите эти поэтому на клиенте на самом деле отпечатывать легче потому что вы также делаете упор клиента ноготочка под низ вот здесь держите эту я один раз клиенту ноготь сломала так прикиньте так давила что нафиг сломала ноготь все ведь я прохожусь допечатываю фольга настолько мягенькая что я прохожусь и вот эти вот остатки кусочки которые не пропечатывались вот видите виднеется кусочек я вот прям смотрю где черненькая еще виднеется прохожусь также прижала подумала о чем-нибудь хорошим все ладно этого достаточно но все равно может где-то виднеется черненькая ну по факту я считаю что я очень чисто сейчас делаю смотрите как проверять я сейчас вот так сделаю вот сейчас хорошо видно это очень простая техника этой техники уже лет 18 я же говорю я когда-то начала это делать просто типографской фольгой которую мне папа с братом привозили остатками вот я поняла что она идеально подходит тогда был гель другой кстати тогда был гель сейчас можно я вам историю расскажу это ржака полная это говорит о том что я просто великий продажник мне во всем многие спрашивают как ты стала она такая известная в ногтях как тебя получилось сделать марку бренд свою когда я марку начала делать свою тогда не было на рынке столько много мелких марок и столько красивых сейчас выбор очень большой всех все такое красивая классная хорошенькая а тогда было это сделать очень сложно потому что поставщики сырья давали вот такие гигантские объемы тебе нужно было тонну закупать какой-то одной единицы а сейчас там бери закупая вон там чуть ли не по килограмму поэтому сейчас многие мастера имеют более легкий вход на рынок сделав свою марку когда я начинала мне было очень тяжело потому что нужно было решиться сделать этот шаг потому что тогда нужны были огромные деньги которые нужно было вот так вот вложить вот тогда помню мой папа он руками и ногами упирался а я вера и макс да вот мы втроем мы просто сели на него и сказали что у нас все получится я сказала я все продам у меня все купят не переживай вот зачем я вам это рассказываю я забыла уже цепочку своей чем это рассказывал там же какая-то была идея чем я хотела поделиться боже что с моей головой что тоже хорошая хотел отдельно вам сказать ладно поехали дальше вспомню вернусь к чему я вообще это сказала итак поехали что дальше делаем а дальше мы с вами перекрываем все финишем для этого возьмем ну либо teclas либо ультрашайн что хотите вот берем либо teclas либо ультрашайн и смотрите мы еще очень часто раньше рекомендовали досушивать ногти в лампе знаете что происходит имеет такую особенность ой остатки фольги с дисперсией они еще дополнительно запекались и потом только мы перекрывали финишем да про типографскую фольгу я допомню я говорила говорила и все и мысль потеряла что-то я сегодня рассеянно очень ладно вспомню вернемся все запекли дополнительно и смотрите чтоб фольга не испортилась по одному ногтю покрываем и движение очень быстро и сразу в лампу смотрите очень важно по одному ногтю покрывать потому что будете все сразу покрывать да вот начнете с мизинца и дойдете до большого до указательного например здесь топ любой гель он начинает эту фольгу знаете портить она начинает чуть чуть-чуть трескаться она в любом случае как бы чуть-чуть где-то потрескается чуть-чуть поплывет это нормально вот поэтому быстренько 1 2 и сразу в лампу а потом можно второй слой топа нанести на всякий случай чтобы тут уже кутикулу бака торцы пропечатать с этой фольгой ну чтобы уже было такое знаете прям все уже идеалити было все сделали и остальное дизайн так как мы работаем бархатным песком мы делаем уже сверху пока у меня запекается ноготь нам понадобится с вами цвета вот мы берем цвета из коллекции розовая которую мы с вами выбрали так кладем много ногтей не рекомендую делать с бархатным песком это знаете как вот изюминка все ногти просто можно заполнить гель лаком да но для этого не надо было бы сейчас финишем покрывать мы бы просто заполнили и все и перекрыли финишем а так как я делаю бархатный песок бархатный песок он сверху финиша делается поэтому я финишем перекрыла вот все ногти прям бархатным песком не рекомендую делать потому что ну такая вещь мягенькая пушистенькая чтобы сильно не пачкалась постоянно там желательно знаете чтобы это большие указательные пальцы не были в бархатном песке чтобы это были вот эти пальцы с бархатным песком не рабочие пальцы так и теперь берем жидкий камень гель и везде прям по чуть-чуть добавляем раньше бархатный песок я учила сажать только на краску гелевую только краска гелевая исключительно нашла и иногда мы им посту использовали сейчас так как видите мы фокус у всех мастеров посмещался на гель-лак и у многих красок вообще в принципе нету так чтобы у нас сейчас не получился 3d гель случайно гель-лака должно быть больше чем жидкого камня то что если будет много жидкого камня тогда у вас будет не жидкий такой колер а будет очень густой 3d гель короче девочки я сейчас успею сделать только один ноготь у меня очень много сегодня что-то говорю и говорю и говорю в итоге я сейчас только один тип покажу вот поэтому тогда пастельная коллекция новая сегодня не получится поработать как раз сейчас в контакте сделаю так все намешали видите вроде как гель-лак жиденькая такая осталась но чуть-чуть есть густота пастозность потому что сыпать бархатный песок просто нам гель-лак получается какашка но вроде как красиво в начале а потом буквально через двое суток это уже некрасиво а хотела рассказать какой я продажник это все равно не помню что хотела рассказать катерина добрый день может сегодня скажите что случилось лицом даши девочки акне у нее у нас акне в ноябре появилась а все вспомнила про 20 минут чего хотела рассказать смотрите когда я эту технику придумала мы дистрибутировали гель который назывался моделон ну кто знает по моему моделон он до сих пор существует и мы гели дистрибутировали продавали на территории ростовской области и тогда помню когда появились цветные гели у них они тоже появились я помню не такие были знаете жидкие всегда осадок был нужно перед тем как работать надо было этот гель цвет но обязательно перемешать тщательно и короче там был не черный цвет а я изначально печатала фольгу на коричневый цвет и чтобы получить вот этот эффект литья нужно было сушить 20 минут прикиньте 20 минут тоже получилось вот так же красиво все классно вот ну тогда такие гели были пойти там такая такое количество было дисперсионной пленки что было классно красиво но делали долго вот я когда эти дизайны показывала народ просто у них глаза ломались как это я делаю а когда они домой приходили они могли понять у них ничего не отпечатывается у них фольга вся была в дисперсии она не отрывалась получалось какаха полная и когда уже потом ко мне на курс приходили я говорила вот таймер вот часы засекаем ровно там 10-15 минут я сейчас не помню же ну может не 20 это я грубанула но 10-15 минут надо было прям сушить короче такой процесс был очень долгий и я помню когда я уже пришла к своей марки я помню я поставщика по контрактному производству что у нас же изначально не было лаборатории я работала с лабораторией по контракту я платила за контракт чтобы те цвета которые делали под меня они отгружались только мне я сразу работала по такой схеме я не брала то что есть готова у поставщика я брала то что лаборатория разработала под меня и я их тогда мучила что мне нужен гель который но это краска гелевая помните мы что маркетинг придумали вот этот крутой что у нас были не цветные гели у нас были краски гелевые тоже что это такое краска гелевая я говорю нет это не цветной гель а потому что цветной гель тогда был с такой жердючий дисперсионная пленка игра у меня краска гелевая отличалась конечно же она больше дисперсии плотностью пигмент вот и тогда когда мы сделали черный тюльпан кстати формула его до сих пор не изменилась до сих пор она осталась такая же ничего не изменилось и люблю этот продукт то что благодаря ему эми стала популярна вот именно вот в этой технике в этой фольге и вот этому черному тюльпан вот что я вспомнила константин что не так что случилось кто не а ты не обращаю него на него внимание он я поняла кость он испугался что ты маленький ребенок и один на балконе ты на парапет не встаешь ты встаешь ну так он тебя поэтому и поругал кости тебе сколько раз говорила пожалуйста не вставай на парапет хорошо иди гулять но только не вставай сиди там вот эти а постелила коврик так ладно вчера листала ваши старые каталоги из дизайна там ваши фото такая в этом милая хорошая так вчерашнему вашему комментарию что сейчас вы лучше форме да это так ну и тогда вы были тоже лучше ну да тогда я была девочка принцесса такая колокольчик у меня был я называю розовый период а потом у меня был период цветов розовый период это был горошек а потом начинался у нас помню период цветов я ходила полностью вся цветочная так ладно короче заканчивать если не закончу этот дизайн или нет поехали все ему на я еще конечно себе наделала тут всяких я пока теперь это заполню единственное девочки обязательно гель который будете добавлять к этому гель-лаку да чтобы засыпать бархатный песок потому что просто на гель-лак бархатный песок мы не сыпем гель-лак слишком жидкий для этого иди в комнату зайчик иди вот следите за тем чтобы у вас не получился 3d гель вот поэтому чуть-чуть добавили видите чтоб он гель-лак стал просто густым видите он густой хорошо видите почему я линию делаю черную широкую под фольгу здесь потому что я знаю что потом я буду слегка заходить на эту линию так сейчас ладно я смотрите сейчас работаю в тишине потому что мне надо быстро все это заполнить а я когда болтаю во первых криво рисуем продажу я вам если хотите потом расскажу я на этой неделе сделаю просто эфир болталку и там зададите все какие вас интересуют личные темы я вам просто сделаю запрос потом stories напишите если конечно надо так что дальше рядом не было потому что у нас сейчас прям очень болезненный вопрос мы все анализы сдали начали пить очень сильные препараты меня конечно от этого стремает что приходится пить очень сильные препараты и я понимаю что причина то это не то что она ест сладко она очень много и сладкого но сладкоежка что то что сейчас гормональный фон другой правильно подросток и 15 лет скоро будет вот что причина все равно она в другом это все гораздо глубже это психосоматика вот я конечно по этому поводу очень сильно переживаю сейчас она у меня с психологом занимается вот как раз вот я выходила когда в эфир помните с психологом на той неделе субботу вот она у меня как раз дочка вот брали пола пару сессии у лены тоже занимались потому что есть вот моменты я понимаю там видимо что-то происходит внутри у ребенка я пока этого отследить не могу и я понимаю что акне это всего лишь следствие причина она находится внутри в эмоциях которые мы так или иначе испытываем вот те или иные эмоции они приводят к тем или иным последствиям и одни из последствий могут быть какие-то заболевания данном случае акне я понимаю что это всего лишь уже проявление следствие а причина где-то там что-то где-то мы видимо она зажимает я все будет хорошо мне кстати после сессии с лена я уже прям она ну прям другая стала я смотрю она проще щас к этому относиться стало как-то легче уже не так расстраивается как это перестала ну понятно что я еще с практически не снимаю вот даже если на в кадр попадает в швидели она сразу закрывается ну ничего мы на пути скоро мы этот клубок размотаем тем более ребенок готов работать самое главное она сама попросила вернее я и как бы предложила на одну сессию пришла потом попросила вторую ну как бы вот двух было достаточно кстати для ребенка понятно что я всегда говорю дети здесь ни при чем тут нужно работать родителям самим но я в принципе так и есть я нахожусь в терапии постоянно что детей тащить к психологу это особенно маленьких нужно сначала себя к психологу притащить потом уже разбираться что-то горячилась я конечно надо было какой-нибудь попроще рисуночек сделать пока я это все заполню это видите это такой ноготь царь ноготь украшения вот например на всех ногтях было бы круто сделать без бархатного песка да такая вот эмаль а техника у нас это называлась она эмаль на золоте кто помнит техника называлась сама главное знаете тут не свести не влезть куда-нибудь если боитесь можно было бы сейчас засыпать бархатный песок и продолжить я вот боюсь что мне потом частички эти будут меня бесить не будет не мешаться поэтому я уже сделаю сразу в один присест и засыплю сразу все бархатным песком блин все я уже тороплюсь ладно кстати я забыла рассказать до разница между когда мы втерли пигмент до сейчас же очень популярна все в основном пигмент втирают сейчас очень классные пигменты продают всем рекомендую найти такие пигменты сейчас он на алиэкспресс на валберсе там прям много можно найти купить они когда втираются получается такой вот эффект хрома красивый но вот эффект металла эффект металла дает только фольга потому что что текстон что пигменты они дают эффект хрома до более такой какой-то матовый приглушенный эффект а чтобы вот прям как металл блестела и она же блестит еще выпукло так прям не только фольга и это только фольга ой давайте не будем весь заполнять я наверное так вот оставлю голый типс кстати идея не все делать бархатным песком а часть оставить камуфляжа все у меня просто терпячка кончилась я понимаю что я уже эфир и так длинный получился все вот эти вот раз два три дырочки оставим пустые принципе но интересно берем бархатный песок заполнять можно чем хотите девочки красками гелевыми гель-лаками ведь можно же было бы сейчас например использовать только литье и гель-лак а я же что сделала я литье и еще хочу бархатный песок добавить и такие две техники соединила в одном дизайне вот это конечно по-хорошему что можно было сделать можно было просто заполнить гель лаком и прикрыть финишем очень красивые варианты дизайна особенно в рамках каких-то классных когда по цвету сочетаются цвета я почему хотела предложить вам весеннюю коллекцию вот с весенней коллекции с техникой литье будет классно делать смотрите там вот что не нарисуете какие-то абстракции линии флористику вот такую декоративную в стиле примитивизма здесь именно нужно видите в стиле примитивизма рисовать что-то такое крупная лаконичная пересекать это дополнительными линиями и просто берете какую-то нежнятину пусть это будет не нежнятина а цвета которые знаете вот очень хорошо между собой дружат я поэтому взяла вот классно сделать с такой коллекции сейчас вконтакте буду наверное этой же коллекции и этой коллекции работать вот а сейчас мы с вами взяли вот такое сочетание тоже красивая где 3 3 же типся как раз и использую вот тоже видите когда такой градиент не они мягенькие монофас да думаю что да кстати можно я не пробовала монофас я просто почему жидкий камень беру либо рекомендую клер до для моделирования для свободного края чтобы густовато было не текло видите я же медленно сейчас заполняла рисовала и чтобы вот но не текло я специально жидкий камень гель взяла что она такой густенькая не течет а если взять монофас мне кажется будет чуть-чуть подтекать пока я все это заполню заполнялки вот так в принципе теоретически да конечно возьмите монофас попробуйте расскажите было вам комфортно или некомфортно мне от комфортно брать густой гель и что у нас с вами получилось в принципе интересно то что я не все заполнила бархатным песком вот это можно сделать 12 ноготочка много не делать можно к нему например мизинчик сделать пор полностью бархатный песок да как делается полностью бархатный песок смотрите берем типс берем типс сейчас давайте я покажу этот вариант он вроде такой базовый примитивный но вот сам не догадаешься что так можно было просто сделать так сейчас типсики и ну мне например нужен вот этот цвет наверно малиновый мы его возьмем как основной да и кстати для бархатного песка не берите темные оттенки лучше брать пастельные лучше брать пастельные потому что на темных вот эти частички они сразу не отваливаются и будет видно вот она постели это хорошо смотрится поэтому бархатный песок эта техника для пастельных цветов так сушим в лампе сушим 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 и смотрите здесь финиш не используется в данном случае здесь мы вообще финиш не использую мы снова берем вот этот цвет гель-лака до смешиваем его в данном случае жидким камнем гель берем уже отдельную кисточку для покрытия сушить две-три минуты девочки подольше одной минуты недостаточно все и смотрите на тот гель-лак просушенный я теперь наношу гель-лак смешанный с жидким камнем гель ну либо вот со скульптурным с каким-то типа гель желе чтобы было вот у нас у нас клер есть для свободного края вот у кого есть гель клер наш эмишный для свободного края он такой густой вот можно еще с ним смешивать гель-лаки для бархатного песка и все это у нас один ноготь мизинчики так рекомендую делать да потому что блин сделайте рабочие пальцы они запарятся протирать не будет пачкаться постоянно вот а когда миссинчики будет интересная штука такая это вот смотрите вот этот малиновый малиновый да он не совсем пастельный вот все-таки надо было может быть взять какой-то из этих розовых тоже у меня три оттенка использовалась розово потому что именно сейчас на малиновым а он такой достаточно темненький будет сильнее вот этот сахар читаться вот этот сахар он постепенно начнет отваливаться остается только сам сама вот эта текстура такая дырявчатая и вот эта дырявчатость она и как раз создает эффект ткани такой бархатистой сушить две минуты еще раз напомню сушить две минуты все материалы которые я сегодня использовала я сделаю в описании и вот все есть на эми шоп как бы все что я сегодня использовала есть абсолютно все на и мешок точка ру и есть у дистрибьюторов единственного дистрибьюторов возможно у кого-то будет отсутствовать фольга и бархатный песок черный тетюльпан точно будет а и возможно кстати жидкого камня возможно у дистрибьюторов не будет что но это такой знаете редкий продукт который там не все используют только такие фанаты кто учился на курсах типа ими мастер вы там разбирайтесь в линейке вот все и у нас смотрите что получилось такая пара вот два ноготочка это что у нас может быть это у нас может быть мизинчик и безымянные да мизинчик и безымянные вот а все остальные ногти сделать глянцевыми да вот мизинчик и безымянные сделать матовым остальные ногти сделать глянцевые это необычно очень смотрится очень необычно до без топа все сты а вы что вам перекроете эффекта этого не будет здесь фишка в том что смотрите вот эти частички полимера сахаринки вот эти мелкие то это такой полимер он прозрачный это для типографии используется там для одной техники для эмбассирования по моему для эмбассирования используется вот и краска жидкая лежит в нее прилипают вот эти частички вот они прилипли а краска мокрая и идет процесс полимеризации смотрите краска вся сполимеризовалась ну в данном случае у нас был гель-лак смешанный жидким камнем гель все сполимеризовалась смотрите а что с частичками они же лежат эти частички а с ними ничего не происходит они не могут приклеиться в априори это же не клей был понимаете это был гель он сам сполимеризовался с частичками что происходит частички так как я взяла щеточку мы же видели я щеточку взяла и начинаете частички обратно убирать и желательно опять коробочку подставить туда что все это сыпать чтобы расхода не было бархатного песка и ваша задача ободрать все эти частички понятно что за раз все частички не могут вылезти вот и там буквально дня два ну от воды от всего она начинает уже не такой может быть пушистая будет но она все равно все равно такое будет структурная структура за счет чего в этой бархатистости создается потому что была краска в нее прилипли эти частички и они оставляют след углубления мы же еще точкой ободрали эта частичка вылезла из углубления и у нас остался кратер вот такие углубления кратеры и издалека это кажется как будто это какие-то ворсинки что-то такое пушистое понятно что эти кратеры они пачкаются тональный крем нанесли кушать приготовили там я не знаю еще что то вот поэтому просто берем тоник для лица самые обычные они очень мягенькие тоники для лица ватный диск влажную салфетку и протерли и она опять матовая и опять блестит все пошли на работу вот как то так к черный тюльпан гель под литье сколько сушить плент в лампе смотрите в моей лампе ими она у нас очень мощная вы же понимаете что лампа очень мощно сушить одну минуту если плампа была новая то 30 секунд вот но я даже в новой все равно сушу минуту потому что я давлю очень сильно я люблю именно прям так надавливать там надавила подумала о цветочках а о небе там на клиента посмотрела на соседку посмотрела а потом только отрываем вот поэтому я всегда одну минуту на ими выбираю даже если лампа но кто-то 30 а вот на других фирмах вот сколько мы тестировали я поняла примерно две минуты на на остальных лампах вот если брать не ими вот то примерно две минуты до запись останется я сейчас и вчерашний эфир выложишь вот это наращивание я вам вчера придала провела классный эфир поздно ночью вот тоже выложу этот эфир обязательно посмотрите блин плохо конечно два эфира подряд что делать когда пройду все уроки попробую монофаз да можно сразу попробовать ну видите я люблю в жидкий камень либо вот клер вот у кого есть клер для моделирования для свободного края это очень горячий кстати гель он горячий но он просто ядренно твердый просто такой твердый я обожаю этот гель но он горячеват и вот кстати можно было бы добавлять сейчас гель-лак тоже было бы прикольно так я ответила чем можно было бы еще заполнить краска гелевая гель-лак пожалуйста краска гелевая либо гель-лак заполнили и финишем перекрыли без бархатного песка так тоже можно это может быть сильный стресс и от этого окна и моей также было понятно что стресс мы переехали как бы новая школа она же никогда так у нее не было когда раз и попала в другую среду где дети говорят на английском языке преподаватели говорят все на английском языке ты себя чувствуешь что ты не понимаешь что я же первое время была сложена понимала преподавателей только те которые говорят на чистом британском красивом британском британский очень хорошо понимаю она взяла с молодец вами читает книги на английском языке она смотрит сериалы все на английском языке читают джейн остин гордость и предубеждение разумы чувства все на английском языке вот и он был стресс от многих преподавателей у У них акцент идёт очень сильный у преподавателя, и она вообще не понимала их. И она первое время была в панике, ей приходилось читать историю на русском языке, потом для себя это как-то перевести на английский, и потом уже понимать, что же за слова-то преподаватель произносит. Так, про заполнитель я вам сказала уже, да, что можно красками, гелемами, либо гель-лаком. Я помню, ваши первые дизайны с фольгой, это было вау. Так, ладно, дальше не буду уже читать комментарии, потому что там давно было. Всё, я с вами прощаюсь. Ой, господи, мне уже надо идти в контакт, я пошла в контакт. Всё, всем пока-пока.